Год назад герой России, летчик Николай Гаврилов, подарил Чебоксарской школе номер 22, носящий его имя, вертолет Ми-8. Сегодня в учебном заведении запустили третью часть музейного комплекса, посвященного генерал-лейтенанту. Дата выбрана не случайно. Открытие приурочили к 33-летию вывода войск из Афганистана. А это был тот период, особенно значимый для Николая Гаврилова в карьерном плане. Подробнее Наталья Егорова. Позывной «Маэстро» так назвали музей, посвященный Николаю Гаврилову. Ведь у знаменитого земляка был точно такой же позывной, как и у героя Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». И война в его биографии тоже была. Афганистан. Он совершил более 3000 боевых вылетов, а командировка затянулась почти на 8 лет. Многие подробности событий тех лет долгое время хранились под грифом «Секретно». Сейчас уже некоторые факты становятся доступны. Вот, например, центральное место в музее занимает инсценировка одного из боев в горах Афгана. В операции участвовали 30 вертолетов. Наши войска попали под обстрел боевиков. И один из летательных аппаратов был подбит. Трое членов экипажа погибли. Я в это время выполнял в соседнем ущелье другую задачу. Увидев дым, в черный дым, в синем небе, я понял, что что-то случилось опасное. И подлетел посмотреть, увидел, как вот так же бежали экипаж вертолета. Он увидел, сел, когда взрывы шли от вертолета, шли осколки в разные стороны. Подсел, сделал укол, забрал у нас экипаж и вытащил. И спас. Подобных ситуаций в Афганистане было немало. Приходить на выручку пострадавшим товарищам приходилось не раз. В музее соблюдена полная хронология событий с биографией Николая Федоровича. Начиная от детства и учебы в школе. Даже его учительница химии, которая сейчас заведует музеем его имени на его родине, в селе Янгличе Канарского района, смогла приехать и вспомнить о самом начале пути героя. Тогда он уже был человеком с большой буквы. Уже было заметно, что он именно сообразительный. Он целеустремленный, он трудяга. Никто над ним не стоял. Не было репетиторов, не было тренеров. Но он все равно сам себя готовил для поступления в военное училище. Звание Героя России Николай Гаврилов был удостоен в 2002 году за мужество и героизм, проявленные при спецзадании. Это была антитеррористическая операция. Но его вертолет порой был необходим и в мирных целях. Так в 2007 году Николай Федорович помог к церкви на Камчатке. Жители Петропавловска-Камчатского могли наблюдать заедший над храмом живоначальной троице под кафедральным собором Кетропавловска-Камчатского вертолет Ми-26, который опускал 13-тонный купол на подготовленные основания на вершине собора. И также была задача поставить крест на этом соборе. А ведь были еще и знаменитые полеты на северные и южные полюса. Николай Федорович на вертолете Ми-8 совершил межконтинентальный перелет из Южной Америки в Антарктиду через пролив Дрейка. Это была первая посадка вертолета на Южном полюсе за всю историю. Приземлялся его летательные аппараты на самой высокой точке России и Европы, на Эльбрусе. Он сел на одну из его вершин на высоте 5700 метров. Коллекция музея будет еще пополняться. Сейчас здесь уже хранятся его личные вещи, уникальные фотографии. Так один из сослуживцев Николая Гаврилова подарил настоящий летный планшет. Наталья Егорова, Михаил Солин, Вести Чуваше.